Природа преподносит сюрпризы, не всегда приятные. Одним из таких может стать встреча с медведем. Мы вновь призываем междуреченцев быть осторожнее на загородных территориях, вблизи лесной местности. На Шорском перевале, это граница Кемеровской области республики Хакасия, находятся три стана туристских. И медведь подошел буквально в шаговой доступности к детям, к людям, к туристам. Он не один, там медведь гуляет по лесу. Медведей очень много в этом году. Наверное, связано с пожарами в Хакасии в июне месяце. На нашем стане, Рубанский стан, Гридинский стан, пришел медвежонок. Он таскал рюкзаки, на людей не кидался. Он не ходит по лесу, он не бродит по кустам, он четко ходит по тропам, встречает туристов. Который год подряд горит Хакасия, горит Красноярский край. Зверь, любой зверь, они никогда не пойдут по ветру, они всегда пойдут против фетра. Против фетра куда? Это мы. А тут человек со своими вот этими гниющими отбросами. И получается так, что ему с одной стороны деваться некуда, а с другой стороны мы ему готовим приманку. А мы оставляем кусочки на тропе, вдруг он пойдет, он же голодный поест. Мы сами провоцируем хищника, мы сами его привлекаем. Вот такими действиями. Мы с моей женой Ириной поехали за грибами, проехали шахту Ленина и по дороге, которая идет на Сосновку, миновали шлагбаум, где КПП на разрез. Еще метров 50 проехали, поставили машину у дороги и в правую сторону спустились в ложбинку, пошли по лесу. И, значит, жена кричит, сережка, медведь. И смотрим точно на горе очертания медведя, где-то метрах в 30. Мы побежали, начали падать, вставать, опять бежим, слышим, что он бежит за нами. Он буквально два прыжка преодолел эти 30 метров. Я когда обернулся, увидел, он стоит на меня, вот так поднялся, он метра два высотой. Схватили какие-то палки, они гнилые эти палки, они тут же в руках разваливаются. Мы вот так вот на него тыкаем, раз вроде назад повернулся, мы опять бросили, опять побежали. На какой-то границе он остановился и дальше нас не погнал. Надо сейчас жителям быть очень осторожным. Они от резких звуков все стараются уйти. Они всегда уйдут от дыма. Дым для них это опасность. Взять шапочку, кепку, поднять над собой, все. Значит, тот, кто встретился, он выше. Значит, он представляет опасность.